В эфире программа «Право знать». Здравствуйте! В ближайшие 15 минут с вами буду я, Елена Барканы. 30 июня новгородские группы в социальных сетях оказались переполнены видеороликами, снятыми на дороге Малая Вишера-Любытина. После ливня относительно новое дорожное полотно стало буквально рассыпаться на глазах изумленных водителей. Стихийное бедствие отрезало от цивилизации несколько населенных пунктов. Этой теме мы посвятим наш сегодняшний выпуск. Но для начала обзор новостей о деятельности региональной прокуратуры. Прокуратура Солецкого района совместно с сотрудниками госавтоинспекции провела проверку соблюдения требований законодательства о безопасности дорожного движения. Установлено, что автомобильная дорога улицы Володарского в городе Сальцы имеет многочисленные повреждения дорожного полотна. На обочинах и откосах автодороги имеется растительность, что препятствует движению автомобильного транспорта с разрешенной скоростью. Ставит под угрозу жизнь и здоровье водителей, пассажиров и пешеходов. По данному факту прокурор направил в Солецкий районный суд исковое заявление об обязании районной администрации провести ремонт и расчистку дороги. Производство по гражданскому делу прекращено в связи с добровольным исполнением требований прокурора. Прокуратура Шимского района провела проверку исполнения органами местного самоуправления требований природоохранного законодательства. Установлено, что в деревне Подможье у торгожского сельского поселения расположена несанкционированная свалка твердых бытовых отходов. При этом администрации поселения мер по ее ликвидации не принято. По данному факту прокуратура направила в Солецкий районный суд исковое заявление об обязании администрации ликвидировать несанкционированную свалку. Решением суда требования прокурора удовлетворены. В настоящее время свалка ликвидирована. Органы прокуратуры Новгородской области провели проверки соблюдения требований законодательства в сфере соблюдения прав детей на получение образования. Всего на территории области работают 168 образовательных организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, и более 180 организаций дошкольного образования. В ходе проверок выявлены факты несоответствия локальных актов школ и детсадов требованием федерального законодательства, нарушения при составлении расписаний учебных занятий, отсутствия необходимых в образовательном процессе учебников и пособий и прочее. Прокуратура Великого Новгорода установила, что в нарушении федерального закона об образовании в июне-июле 2017 года родители первоклассников гимназии «Гармония» по указанию администрации образовательной организации провели ремонт нескольких учебных классов за счет собственных средств на сумму более 70 тысяч рублей ввиду отсутствия денег у школы. По фактам выявленных нарушений прокурор внес мэру города представление, по результатам рассмотрения которого два должностных лица гимназии привлечены к дисциплинарной ответственности. Всего прокурорами выявлено более 700 нарушений законодательства, принесено около 400 протестов. В суды направлено 43 исковых заявления, внесено 95 представлений об устранении нарушений, по результатам рассмотрения которых 90 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. Этим летом жители сразу нескольких районов Новгородской области были вынуждены бороться со стихией. После обильных дождей и ливней их поселки и деревни были затоплены. Тех, чьи дома стояли в низине, оперативно эвакуировали сотрудники МЧС. Людям на какое-то время пришлось привыкать к новым условиям быта и передвигаться по улицам на лодках. Вот такая вот штука творится в Новгородской области, Любытинский район. Дорога на Маловишеру, Санкт-Петербург, Великий Новгород. Первыми тревогу в социальных сетях забили автомобилисты. В районе обеда 30 июня в новгородских группах ВКонтакте они разместили видео, снятое на дороге Малая Вишера-Любытина. Иначе, как чрезвычайной ситуацией и стихийным бедствием, то, что увидели в этих роликах новгородцы и нельзя было назвать. Относительно новое, отремонтированное в 2015 году дорожное полотно рассыпалось, обломки асфальта уносил поток. Проезд транспорта по этому участку дороги стал невозможен. На место выехали работники Новгород-Автодора. Как выяснилось, пропускная труба не справилась с объемом выпавших осадков, и вода прошла через проезжую часть, разрушив насыпь и асфальтовое покрытие. Вдоль трассы были экстренно установлены временные знаки, а также организован объезд. Но вода только продолжала пребывать, и заниматься устранением чрезвычайной ситуации до спада дорожники просто не могли. В это время море разлилось и в направлении Акуловки. Кресце Акуловка-Боровичи. Сейчас 16.00. Сегодня 30 число. Июнь месяц. Ниагара отдыхает. В главном управлении МЧС по Новгородской области был создан оперативный штаб. Дорога Кресца-Акуловка также прикрыта для движения автотранспорта. Отрезанными от цивилизации оказались два населенных пункта. Деревня Малая Воротна с населением 6 человек и Затолик, где проживают 10 жителей. Уже на следующий день, 1 июля, в связи с сильными ливнями в нескольких районах Новгородской области, официально были закрыты для проезда ряд автодорог. А в Любытинском районе объявлен режим чрезвычайной ситуации. В самом поселке Любытина оказались потоплены около 40 домов. Эвакуированы 22 человека. Он, как и не был, чьи был полностью отрезан от других населенных пунктов. Туда направились силы и средства аэромобильной группировки МЧС для оказания помощи и организации первоочередного жизнеобеспечения. К восстановительным работам на дорогах, в свою очередь, приступили 120 человек, 34 единицы техники. Тогда же прокуратура области начала проверку по факту разрушения автодорог. За два дня удалось восстановить уже 8 транспортных артерий. В отрезанные от соседних населенных пунктов поселки продукты доставлялись из Ленинградской области. Но были и плохие новости. После очередного обильного ливня к списку пострадавших от стихийного бедствия муниципалитетов присоединился Крестецкий район, где в зоне подтопления оказались сразу 84 подворья. В пункт временного размещения были эвакуированы свыше 80 человек. Как рассказали журналистам местные жители, река Халавара ширяет берега каждую весну. А в летние месяцы ведет себя относительно спокойно. Но июль этого года стал исключением. Дома буквально утопали в воде. Надевать резиновые сапоги бесполезно. На своих двоих все равно не пройти. Самым популярным средством передвижения стали лодки. Я уже прибежала, уже все. Воды настолько было много, что мы чай попили, успели мы чай попить, что уже вот все, уже вот практически из дома уже не выйти. Уже и в подвале вода, вот везде вот. Вот она шла с такой силой вот эта вот вода. В нашем распоряжении по команде начальника Северо-Западного регионального центра приданы силы и средства спасательного центра Невского. 20 человек, 4 дни с техники и плавсредства. Поэтому силы и средств у нас достаточно. Все, что нужно, мы делаем. Местные жители, за долгие годы уже привыкшие к весенним потопам, на неудобства реагировали со спокойствием, но, естественно, жалели загубленный урожай и испорченное имущество. Впрочем, их прогнозы подтвердились. Через неделю вода с улиц поселков Крестецкого района ушла окончательно. Тогда же начали подходить к завершению работы и в Любытине. Его жители только-только начали оправляться от пережитого, как природа нанесла по их родине, еще один удар. В середине июля нещадные ливни зарядили вновь. От большой земли опять отрезало несколько населенных пунктов. Воды было выше колена, гораздо выше. Все бурлило, как будто просто река текла. То есть течение было очень большое, было страшно. Ничего, мы так вышли с сыном и пошли потихонечку. На дорогах в круглосуточном режиме возобновились работы. Разрушились в основном те же участки, что пострадали и при первом подтоплении. Власти заявили, что в этом году планируют подготовить документацию, чтобы в следующем начать капитальный ремонт. Работы по экстренному восстановлению движения были закончены в кратчайшие сроки. Их результаты оценили уже сотрудники региональной прокуратуры. Они же провели и ряд встреч с жителями, пострадавших от стихийного бедствия поселков, а также организовали горячие линии по приему жалоб от них. О защите прав граждан, пострадавших в результате стихийного бедствия поговорим сегодня с заместителем прокурора Новгородской области Ефимом Мостовщиковым. Ефим Анатольевич, здравствуйте. В августе были проведены встречи жителей пострадавших поселков с сотрудниками прокуратуры. С какими жалобами жители обращались? Прокуратурой субъекта, прокурорами Крестецкого, Люботинского, Окововского районов 7 июля 2017 года пройдены горячие линии. Всего на горячие линии обратилось 29 граждан. В основе своей ставили такие вопросы, как принятие мер по восстановлению дорожного полотна и очистке дренажных систем. Более того, 29 августа 2017 года прокурором Новгородской области Андреем Вячеславовичем Горишем на территории Люботинского района проведен личный прием жителей. На такой прием обратилось 8 граждан. В основном они ставили вопросы, связанные с принятием мер по укреплению береговой линии водного объекта. Также была проведена оценка проведенных после затопления ремонтных работ. Каковы результаты этой проверки и каких объектов она касалась? В результате произошедших с 30 июля 2017 года на территории Новгородской области комплекса неблагоприятных метеорологических явлений, связанных с большим выпаданием осадков, а это более 40 мм в сутки, и дождем на территории Оковского, Крестецкого, Люботинских районов, на отдельных участках дорог, было повреждено дорожное полотно, покрытие, а также другие конструктивные элементы автомобильных дорог. Согласно информации Новгородского центра гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, количество осадков в период с июля по июль текущего года превысило в 1,5-2 раза месячные нормы. В результате ливневых дождей на территории Люботинского района было повреждено 23 дороги, в Крестецком районе две, на территории Оковского района повреждено 7 дорог. В рамках аварийно-спасательных работ правительства Новгородской области было выделено более 11 млн. рублей. Как я уже сказал, повторюсь, денежные средства выделены, лимиты были доведены, работы проведены, в настоящее время движение по обозначенным дорогам восстановлено. В настоящее время одновременно и составляется проектно-сметная документация по работам капитального характера. Как действовать гражданам в случаях, когда стихийное бедствие наносит ущерб имуществу, куда обращаться и можно ли рассчитывать на компенсацию? Немаловажным фактором при данных обстоятельствах, безусловно, является оказание определенной, в том числе, материальной помощи со стороны правительства Новгородской области. В данном случае, с учетом чрезвычайной ситуации, пострадавшим лицам из резервного фонда правительства Новгородской области было выделено более 3 млн. рублей, а если бы точнее, 3 млн. 780 тыс. рублей. Порядок предусмотрен соответствующими распорядительными документами правительства Новгородской области. Вопрос о выделении денежных средств из резервного фонда рассматривается в течение месяца со дня обращения гражданина, организации, органов местного управления в правительство Новгородской области. По итогам принимается решение о выделении денежных средств из резервного фонда, а в нашем случае это пострадавшим о чрезвычайной ситуации на территории Новгородской области. В рубрике «Разъяснение законодательства» сегодня расскажем о защите имущественных прав и затронем тему охраны окружающей среды. Какая ответственность установлена за умышленное уничтожение или повреждение имущества? Ответственность за умышленное уничтожение или повреждение имущества установлена статьями Уголовного кодекса и Кодекса об административных правонарушениях. Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти действия не повлекли причинение значительного ущерба, влечет наложение административного штрафа в размере от 300 до 500 рублей. При этом уничтожение с причинением значительного ущерба квалифицируется уже как уголовное преступление. Наказанием за него могут стать штраф в размере до 40 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, а также обязательные, исправительные или принудительные работы. Самые суровые санкции – арест на срок до трех месяцев и лишение свободы на срок до двух лет. Те же деяния, совершенные из хулиганских побуждений путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом, либо повлекший по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, наказываются принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок. Страховая компания отказывается выплачивать компенсацию по страховому случаю, прописанному в договоре. Куда обращаться? Для начала нужно направить жалобу в Центробанк и Российский Союз автостраховщиков. Если оттуда не удалось получить внятного ответа, необходимо писать в страховую компанию досудебную претензию. Ее можно отправить с заказным письмом с уведомлением о вручении или подать через секретаря с отметкой о принятии. В претензии необходимо попросить страховую компанию письменно объяснить причину задержки и потребовать произвести выплату. В случае, если страховая компания не отреагировала, стоит обратиться в суд и добиваться страхового возмещения, а также неустойки или процентов за задержку выплаты. В соответствии со статьей 13 Гражданского процессуального кодекса, вступившую в законную силу судебные постановления являются обязательными для всех без исключения органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, должностных лиц, граждан организаций и подлежат неукоснительному исполнению на всей территории России. Информацию о наличии несанкционированной свалки мусора можно предоставить непосредственно в органы местного самоуправления, органы прокуратуры, Департамент природных ресурсов и экологии области, Управление Росприроднодзора по области. В случае образования несанкционированной свалки отходов промышленным предприятиям, оно подлежит привлечению к административной ответственности. Состав этого правонарушения образует любая деятельность по обращению с отходами производства и потребления или иными опасными веществами, которые ведется хозяйствующим субъектом с нарушениями требований природоохранного законодательства. На этом сегодня все. Мы увидимся в следующую среду в 20.55 на новгородском телевидении. Берегите себя и не позволяйте никому безнаказанно нарушать ваши права. До встречи!